всем привет на календаре 11 сентября и сегодня в америке день траура день памяти сегодня во всех штатах вывешены государственные флаги и сегодня 20 годовщина тех страшных событий которые произошли в 2001 году 11 сентября но я думаю нет такого человека кто бы не знал что произошло в америке 11 сентября террористы атаковали соединенные штаты и самый страшный удар пришелся на нью-йорк были разрушены красавцы башни близнецы и в тот день погибло около 3 3 тысяч человек ни в чем не по неповинных людей но это общая сумма люди которые погибли в близнецах и люди которые были в самолетах которые разбились сегодня но впрочем как и каждый год на месте где были башни близнецы сейчас там выстроена другое красивое огромное здание которое называется башня свободы сегодня там проводятся мемориальные а церемонии и я очень бы хотела туда поехать но вы знаете муж мне запретил вообще-то он у меня знаете если я что-то хочу для него это закон он всегда выполняет все мои желания и все мои прихоти но вот я прямо несколько раз ему уже говорила перед перед 11 сентября говорю хочу поехать поснимать эту церемонию нет никуда ты не поедешь никуда мы не поедем но он у меня такой очень знаете осторожный человек и говорит что большое скопление народа а там сегодня будет большое скопление народа это всегда таргет это всегда цель для террористов или для сумасшедших людей ну насколько вы знаете что очень часто бывают каких-то вот таких местах где большое скопление людей или стрельба или еще что-то не дай бог ночью там уж запретил сказал сегодня мы туда не поедем но я как послушная жена должна слушаться мужа так что сегодня решила ребята вот снять такое видео видео мои воспоминания о 11 сентября потому что я была уже в америке я приехала в америку в девяносто девятом году то есть это уже прошло два года как я приехала в америку и сегодня я хочу поделиться своими воспоминаниями где я была в тот день как это все происходило что я чувствовала воспоминали поделиться воспоминаниями пересказать вам воспоминания моего мужа что где он был в тот день но мы тогда не были еще знакомы но вот он мне вчера и только вчера и очень часто рассказывал свои воспоминания об этом страшном дне кстати друзья на моем канале есть видео где я снимала и место где стояли башни близнецы там сейчас мемориальный комплекс и сами вот эти места где стояли эти башни их не застраивали то есть вот это вот знаменитое новое здание очень красивая она называется башня свободой его построили рядом а места где стояли сами близнецы их не застраивали там оставили котлованы и в эти котлованы как водопад такое падает вода и вокруг этих котлованов написаны имена погибших и возле каждого имени есть такое отверстие и когда у человека день рождения в было то после каждого имени обязательно ставят белую или красную розочку а также в этом мемориальном комплексе есть музей очень интересный музей и очень печальный музей там запрещено снимать и там запрещены запрещено делать фотографии но я кое-что сумела заснять и это видео также есть на моем канале так что все ссылочки ребята что у меня есть на тему 11 сентября все ссылочки оставлю под этим видео заходите смотрите это очень интересно сегодня конечно же и все средства массовой информации youtube instagram то и дело выставляют видео фотографию особенно фотография вчера муж не показал момент за заснят тот момент когда президенту бушу в то время будущему на посту президента говорят какой-то его помощник на ухо говорит что произошло поставлю вам эту фотографию конечно такой момент он в то время президент буш то время был в каком-то детском садике или в школе то есть связи там был в какой-то по моему начальной школе то есть видно там детки сидят и в этот момент подошел к нему помощники вот на ухо ему сказал что произошло а еще у нас долгое время ходила такая история по нью-йорку я от кого-то услышала эту историю вот сейчас хочу рассказать вам значит в тот день 11 сентября один муж пошел на работу работал он в башне близнецы жена это знала жена знала что он работает на каком-то там 90 или сотом этаже и когда это все произошло она видит это все по телевизору эти ужасные новости конечно же она в шоке в страхе звонит мужа узнать что с ним поднимает трубку муж и жена конечно же в шоке все это спрашивает что с тобой со мной все нормально ты где я на работе я работаю что такое но как оказалось муж этот не был в тот день на работе он в тот день был с любовницей в какой-то там гостинице ну вот так муж спас себе жизнь но наверняка потерял жену ну и расскажу вам друзья где же я была в тот день как я уже вам и сказала приехала я в америку в девяносто девятом году то есть было два года я уже жила в америке в тот день я и в то время я работала home attendant так у нас называются люди которые живут в семье или живут или приходят в семью и ухаживают за пожилыми людьми я жила в такой американской семье очень богатой семье пожилая пара ей было тогда бабушке было бабушка 80 лет но она выглядела я вам скажу худенькая подтянутая в жизни не скажешь что я 80 лет а мужа уже было далеко за 80 уже под 90 ему было так вот эта бабушка она работала она продолжала работать работала на на дому она была психологом и к ней приходили ее клиенты очень много кстати было клиентов она очень хороший психолог было востребованы так вот к ней приходили клиенты на дом и буквально с утра и до вечера у нее день был расписан то есть она была такая очень очень занятая женщина а у мужа уже тогда началась болезнь но болезнь стариков где деменция и один раз перед тем как я еще начала у них работать он вышел из дома вроде бы как пошел на прогулку и он потерялся но у него уже были проблемы с памятью поэтому срочно она вот искала человека который просто будет за ним смотреть присматривать и чтобы вот такого случая больше не случилось поэтому она нашла меня и я с удовольствием у них работала потому что люди замечательные люди очень добрые но вот я была у них буквально как член семьи они меня любили и я их очень любила кстати не только я одна у них работала у них еще работала женщина темнокожая женщина очень хорошая мы с ней так сдружились но она была меня намного старше она работала у них как готовила кушать убирала ночью так как домохозяйка то есть вот вдвоем мы с ней работали в этой семье работа я вам скажу было небе лежачего целый день даже немножко вот нудная была эта работа целый день сидишь с этим старичком он то в кресле засыпает я там книжки читаю телевизор смотрю даже одно время он меня учил английскому языку мой английский тогда был конечно очень очень слабенький так вот он меня взялся чтобы как бы и ему проводить время чем-то заниматься а для меня это была большая вот как бы помощь поэтому одно время он не даже учил английскому языку у нас каждый день были уроки и мне кстати это очень очень помогло так вот ребята работала я в этой семье и каждое утро у нас в столовой там у них кухня отдельно столовая отдельно вообще огромный дом шикарный дом так вот в этой столовой стоял телевизор маленький но не маленький такой средний телевизор помню что вы знаете пузатый телевизор тогда еще плоских телевизоров не было и в этой столовой стоял этот телевизор я его часто смотрела вот я помню этот день когда когда вижу вот эти новости я конечно в шоке я просто ну наверное если вот на на меня посмотреть со стороны то я сидела наверное с открытым ртом и вот с такими глазами потому что все что я видела на экране это приводило меня конечно ужас дом в котором я жила и работала находился в пригороде нью-йорка то есть это где-то час езды на электричке то есть я не была очень близко к манхэттену где это все происходило но в этот день это был вторник это был прекрасный сентябрьский день очень теплый я этот день но наверное запомню на всю свою жизнь в этот день мы собирались с моим папой в то время мой отец мой папочка приехал первый раз приехал в америку царство ему небесное моего папа уже нет живых так вот это была его первая поездка в америку он прилетел 6 сентября и представляете 11 сентября вот это все случилось и вы представляете мы в этот день с ним собирались ехать на манхэттен я говорю папа я после трех часов освобождаюсь и я очень хочу чтобы мы поехали с тобой в манхэттен чтобы я тебе все это показала и наверное ну поехали бы мы к этим близнецам это точно потому что это самая такая достопримечательность на манхэттене было но понятно что никуда мы не поехали все прикованы были к телевизорам для всех это был шок но наверное не только для для американцев а для и всей планеты поэтому и что интересное что мой папа сказал вот я это запомнила и его слова он говорит слава богу что я здесь игре почему он горит потому что находясь тогда в украине мы родом из украины он говорит я бы наверное с ума сошел думая представляя что там с тобой потому что я знаю что ты там или ну пап но ты понимаешь что я же не на самом манхэттене живу поэтому он горит да это понимаю потому что я здесь но говорит если бы я эту новость услышал там я бы говорит с ума сошел вот так ребята этот день этот ужасный день остался в моей памяти вот где я была и чем я занималась в тот день как видите сегодня я в патриотической футболки не зря я эту футболку дело потому что у нас сегодня везде везде и люди носят вот такую вот символику и везде везде как я уже сказала вывешены государственные флаги а теперь расскажу что рассказывал мне муж где он был в то время как он мне рассказывал буквально за несколько дней до этой трагедии он был в одном из этих зданий зданий башен близнецов он по работе по своей работе а был в одном из ресторанов в этом в этих зданиях очень много было всяких офисов даже магазины там были даже рестораны эти были так вот он говорит что я был на каком-то очень-очень высоком этаже и его компания обслуживала этот ресторан он меня работает в компании по пожарной безопасности то есть он был в этом здании говорит я конечно когда это все случилось был в шоке вспоминая что вот буквально три дня назад я был в этом здании представляете каково ему было смотреть вот эти все новости вот ребята поделилась с вами своими воспоминаниями об этом трагическом дне переходите по ссылочке внизу оставлю все ссылочки переходите посмотрите видео на эту тему строго не судите потому что там мои самые первые видео и я еще ну то только тогда училась снимать училась разговаривать очень такая была как бы смущалась на камеру так что строго не судите а вообще ну то что вы увидите я думаю вам будет интересно на этом я с вами друзья прощаюсь спасибо кто был со мной спасибо за ваш лайк и комментарий пока пока до следующих встреч